Здравствуйте, любимые мои! Я счастлива видеть вас на моём канале «Вселенная Таро». С вами Наталья, ваш личный таролок. Сегодня мы посмотрим, что прописано в книге вашей судьбы. Информация из хроника Каши. Настраивайтесь на расклад, произнесите своё имя, дату рождения. Пока вы настраиваетесь, я благодарю вас за ваши лайки, комментарии. За ваши тёплые слова и пожелания. Подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем. Для начала посмотрим ваш сигнификатор, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Я смотрю, тут вышла яркая, сильная личность, победитель, триумфатор. Такая вы чувственная, эмоциональная, но при этом есть некие переживания по поводу финансовой стороны. Может быть, нехватка ресурсов для реализации вашей цели, для того, чтобы достичь той финансовой составляющей, о которой вы думаете. Вот ещё чуть-чуть, ещё немного вам не хватает. И вы в таком состоянии, вот сейчас я вот это доделаю, вот сейчас я вот это реализую, заработаю столько-то, или этот проект у меня состоится, и всё. И я выиграю, я прям добьюсь того, чего я хотела. Далее, были какие-то переживания у вас по поводу разбитого сердца, может быть, отношения какие-то, от чего-то пришлось уйти или с кем-то расстаться. Но при этом вы очень быстро как-то, знаете, восстановились. И для кого-то проиграется, что вошли в новую любовь, новые чувства, в новые отношения. Либо просто вы нашли для себя какую-то отдушину, какое-то вдохновение, которое вас прям наполняет, вас настолько отвлекло от этих переживаний, что вы буквально забыли, да, вот по тузукубков, что были какие-то переживания, были какие-то страдания. Вы находитесь в энергии такой, знаете, женской, в такой яркой, солнечной. Вот всё у вас сейчас получается, да, вот от этих вот переживаний вы как бы ушли через вот это вот, через тузукубков, и всё. И вы пришли к полной гармонии в своей жизни, к полной счастью. Вы нашли, нашли для себя ту, знаете, ту золотую середину, ту сердцевину, которая и называется вот счастьем, вдохновением, гармонией. Полным, знаете, полным таким вот шанти-шанти, да, такое хочется сказать. Но шанти-шанти – это расслабленное состояние, а у вас нет, вы вашу жизнь держите в руках, вы чётко понимаете, чего вы хотите, как вы хотите, как вы этого добьётесь. Но вы при этом, у вас осознанное состояние счастья и момента здесь и сейчас. Кто я в этом мире, для чего я, и что я представляю, и как я планирую и буду жить. И это вам, высшие силы говорят, и это вам вот, знаете, по справедливости уже дали вот такое состояние. То есть вот этот вот счастливое такое, такую жизнь, да, счастливую вам дали, потому что вы её, можно сказать, выстрадали, вы её добились, вы её получили как победитель, триумфатор, пройдя через какие-то финансовые ограничения, через разрушение своего сердца, да, через страдания, вы вышли в полное вот такое вот ресурсное и счастливое состояние. И высшие силы вам говорят, поздравляем, наслаждайся, наслаждайся этим моментом, этим периодом своей жизни, живи и кайфуй. Вот в таких энергиях вы сейчас находитесь. И мы смотрим, что прописано в вашей книге судьбы. Напрямую из хроника каши. Что у вас? Вот опять, смотрите, на четвёрку Пентакли четвёрка кубков вышла. Ну, какая-то ещё, знаете, какая-то грусть, тоска осталась, какая-то двойственность, да, вы балансируете, вы выбираете. Кто-то на выборе из вас стоит, кто-то на балансе, кто-то вот, знаете, выбирает пойти одной дорогой или пойти другой. И опять, посмотрите, туз кубков, да, на один туз кубков ложится, ещё один туз кубков. Вы идёте из сердца, вы идёте из любви, из того, что вы слышите и слушаете себя. И вы настолько вот в этом состоянии гармоничном, да, что вам говорят, что у вас это и прописано. Вот это состояние, в котором вы сейчас находитесь, это и есть то идеальное состояние, в котором вы должны жить. И вы достигаете вот полного счастья, полного прорыва. Посмотрите здесь, вы подпрыгиваете над сундуком с деньгами, да, он у вас есть, у вас есть все ресурсы. Вот тут вот полный сундук набит золотом, драгоценностями. Но вы можете совершенно спокойно подпрыгнуть над этим, оторваться и испытать весь спектр чувств, весь спектр эмоций. Полнота счастья и наполненности, да, вдохновения. Вот из этого состояния вы живёте. И когда вы так живёте, вы испытываете полную радость. Посмотрите. И вам вот именно это прописано. Вам говорят, что так и живи. Вот карта четвёрка жезлов тоже. Радость, счастье. Гармоничные семейные отношения. Это полный дом. Это когда вы любимы и любите. Когда у вас есть дом, когда у вас есть счастье, когда у вас есть радость, когда у вас есть вдохновение, когда вы знаете, для чего вообще вы живёте, да, и просто кайфуете от этой жизни. Ну, конечно, не избежать искушений по дьяволу, не избежать каких-то зависимостей. Но в том числе это может быть, когда, знаете, когда вы загорелись чем-то, когда вы загорелись каким-то делом, каким-то начинанием, каким-то направлением, и вы настолько горите, вот вы засыпаете и просыпаетесь с мыслью об этом. И тогда это неплохо, да, чтобы, знаете, как вот на этой энергии пойти в проект, дерзнуть, что-то сделать. Но вам мир говорит, вот, посмотри, даёт вам взаимную любовь, ваше близнецовое пламя, счастье в отношениях. Также вам прописана возможность, даёт возможность путешествовать или открывать какие-то новые горизонты, новые возможности в своей жизни. Да, иногда может быть страшно, да, иногда непонятно вообще, куда вы двигаетесь и куда вы направляетесь, и направляетесь ли вы в одиночку или с кем-то. Но именно там, где страшно, именно там, где что-то новое, и куда вот эти вот горизонты новые, именно там и есть наша зона роста, выход из зоны комфорта во что-то новое. И только так мы развиваемся и растём. Поэтому вам говорят, ваша судьбоносная книга, да, иди, дерзай, не бойся, и вот по миру ты попадаешь в самое гармоничное состояние опять. Посмотрите, какая прелесть. Мир — это самый последний старший аркан, который завершает весь период проживания нами энергией всех старших арканов. И по миру мы настолько уже духовно выросли, мы настолько духовно развились, что высшие силы нам доверяют 100%. Уже нет таможни и проверок. На мире все желания, какие бы вы ни пожелали, они все исполняются моментально. Поэтому рекомендация здесь на мире. Будьте экологичны, будьте аккуратны со своими желаниями, потому что они сбываются, как хорошие, так и плохие. Поэтому желайте только хорошего себе и другим. Не забывайте про себя, не забывайте о том, что нужно давать себе отдых, что нужно давать себе какие-то моменты расслабления. Может быть, вот для кого-то это медитация, практики, йога, любые какие-то женские круги и процедуры, там, спа, еще что-то. Все, что вас будет расслаблять, все, что вас будет направлять внутрь себя. Когда вы сможете побыть наедине с собой, поговорить с самой собой, внутренним «я», и именно это позволит вам выпутываться из разных жизненных ситуаций и понимать, где ваш маяк жизненный. Также вам говорят, что что-то в жизни будет уходить по башне, по разрушениям, но, они предупреждают, уходить будет именно то, что мешает тебе двигаться вперед. Вот то, что на жизненном этапе сначала было нужно и важно, и, возможно, и полезно, и без этого вы не могли жить. Но дальше, чтобы двигаться вперед, развиваться, расти и духовно, и социально, дальше уже что-то вам уже не нужно, все. Понимаете? Это как с одеждой. Вроде как покупали модное, новое, классное, красивое, но относились сезон, относили два, и понимаете, что уже все, уже не модное, уже не новое, уже не актуальное, да и надоело, если честно. Также и по башне уходит именно то, что вам совершенно уже не нужно, что мешает вам двигаться вперед. Вот теперь пошли мужчины, король мечей. Для кого-то проиграется, что это воздушных знаков зодиака мужчина, или, может быть, он работает с металлическими какими-то предметами, колющими, режущими, врач, полицейский, кто у нас еще. Также судья может. Вот те профессии, где требуется ментал, ум, или такой вот очень холодная выдержка, разум, просчет. Вот все профессии, которые связаны с этим. Также для кого-то из вас может проиграться, что это бывший, возвращение бывшего мужчины. Ой, вы посмотрите, а тут еще и король кубков. Интересно, вот это вот пошли мужчины кучкой. И Иерафант тоже мужчина, обратите внимание. Ну, в общем, император. Слушайте, ну это надо же. В общем, вам говорят, что без мужчин вы не останетесь. Без внимания мужского это точно не останетесь, и это по высшему суду, это все инициировано высшими силами для вас. Посмотрите, во-первых, три старших аркана подряд, Иерафант, император и высший суд, да. Это уже такие кармические карты. Ну и плюс еще два короля, и меченосный, и кубковый, влюбленный в вас, такой чувственный, может быть, водных знаков зодиака, такой вот весь, знаете, очень эмоциональный, мечтающий о вас, романтичный, который готов вас с вами отправиться каким-то к новым горизонтам, раскрыть свое сердце, и вас видит такой тоже чувственный, эмоциональный, да. Дальше говорят, что будет у вас период какого-то духовного роста, развития. А может быть, по Иерафанту это официальная регистрация брака. Вот с королем, да, так как Иерафант проигрывается еще священник, венчание. И вот на самом деле прямо официальная регистрация брака, и вот приходит Иерафант. То есть для кого-то из вас это может быть разный мужчина, для кого-то один, вот он проявляющийся меченосным и кубочным, и после прохождения энергии Иерафанта он становится вашим императором. Он входит в вашу жизнь уже как мужчина, который включает в себя энергии всех четырех королей. Ваш император, ваш король, ваш прекрасный мужчина, ваш муж. И это все вам по высшему суду. И опять старший аркан, четвертая сила. И говорят, что на это вам будут даны и силы, и возможности, и ресурсы. И кроме того, у этой карты еще второе значение – это сексуальная активность. То есть в мужско-женских отношениях, в интимных отношениях у вас будет все прекрасно. Вот такие вот энергии вам прописывают. И это все, посмотрите, опять старший аркан уже пятый подряд. Это как можно так достать, посмотрите, сколько карт еще в колоде. И это все, говорят, вам прописано на долгие-долгие годы. Для кого-то это уже вот на всю жизнь. То есть вот мужчина, да, прописан официальный брак, он становится вашим императором. Высший суд, высшие силы все это поддерживают, они инициируют, дают вам силы. И все это на долгие-долгие годы по умеренности. Просто живите и наслаждайтесь. Ну и вот карта семьи. Подтверждение всему вышесказанному. Вот такие вот энергии прописаны в вашей книге судьбы. А давайте мы посмотрим, может быть, еще какие-то предостережения для вас. Ну, говорят, папажу, пентакли, будут какие-то новые начинания, какие-то новые начала, связанные с пентаклями, может быть, с финансами, может быть, с энергией. Для кого-то проиграются дети, папажу, это детки, детки придут в вашу жизнь. Но вы будете королеву пентакли. Посмотрите, для своего императора вы королева пентакли, такая вот прекрасная, просто она тут в этой колоде необыкновенная, вот такая спокойная, умиротворенная, знающая себе цену, понимающая, что ее уважают, ее любят. Она держит свой пентакль, видите, у нее есть ресурсы, у нее есть стабильность, у нее есть статус. Она уверенно сидит вот в таких вот подушках, да, такой круглый, как кресло или диван. У нее есть связь с природой. И она абсолютно прекрасна, абсолютно спокойна, достойна, и она знает себе цену. Ну, также, видите, путешествия вам по судьбе, путешествия, открытие разных горизонтов. Часто, возможно, вы будете летать на море или ездить, или даже жить на море. По третьему фактору, скорее всего, вы будете путешествовать не одна, а и с вашим мужчиной, и с детьми, или еще с кем-то, может быть, компаниями, может быть, проекты какие-то, то есть это точно не в одиночку. Вы будете открывать новые горизонты. И вот вы такая чувственная королева кубков, наслаждающаяся, скорее всего, на отдыхе. Вот тут энергии, потоки, видите, у нее идут. И кубок у нее наполненный из кубка энергии идут, и из обеих рук. И вся она окутана, такая, обвита вот этим вот энергетическим потоком, расслаблена, наслаждающаяся, прекрасная королева кубков, влюбленная и любимая своим королем кубков, вот таким вот прекрасным, да, и императором, который, король кубков, который переходит в императора. Ну, я тут хотела какие-то предостережения спросить, но вы видите, никаких предостережений даже вам в вашей книге судьбы не прописано, кроме того, что вот мы тут услышали, что башня будет, да, какие-то, уйдет что-то ненужное, ну, и искушения небольшие по дьяволу. Ну, я даже, вы знаете, такой прекрасный расклад, я, честно говоря, даже не помню такого расклада, чтобы просто все карты вышли прекрасные. Вот такая судьба вам прописана из ваших хроник Акаши в вашу книгу судьбы, да, немножко у меня масло масляное получилось, но действительно это так и есть. Ваша судьбоносная книга, вот она такая. Запомните ее, можете сделать скрин, я специально подольше останавливаюсь на этом моменте, потому что прекрасный расклад, просто невероятный. Я вот хочу так сделать, видно вам, чтобы вот эти вот старшие арканы, такие судьбоносные моменты, да, ваш мужчина в разных ипостасях, потом он переходит в императора, высший суд, сила, чтобы все-все-все было видно. Можете себе заскринить этот расклад и просто как, как он, все, у меня в потоке память уходит, когда мы делаем карту желаний. Вот оставьте себе это как карту желаний, да, просто вот этот скрин идеальный. Хорошо, и давайте на колоде для пробуждения сексуальности, колоде метафорических ассоциативных карт, посмотрим для вас какую-то дополнительную рекомендацию или совет, что вам карты хотят сказать. Сейчас я ее прикрою, тут такая девушка обнаженная, жрица, она даже не жрица, она как шаманка, да, но она настолько прекрасна, она настолько естественна в своем, в своем таком, знаете, наслаждении самой собой, я бы сказала, в своем естестве, в своей натуральности. Посмотрите, какая она прекрасная. Ну вот для каждого, наверное, проиграется по-своему это. Сейчас я достану книжечку специальную, где у каждой карты есть описание. Я уберу эту карту, потому что она, ее нельзя показывать на ютюбе, она слишком обнаженная, но значение вам, я ее прочитаю. 44-я карта, называется она «Развитие чувственности, чувствование». Чувствовать – это то, что заложено в женщине природой, и это можно усиливать, обращая большое внимание на то, как чувствует ее тело самые обычные вещи. То есть вам надо сначала сфокусироваться на чувствовании самых обычных вещей, а потом уже постепенно будете развивать все больше и глубже вот это чувствование. Текстуру ткани, например, одежды вы можете потрогать, и подумать, и понять, какие ощущения появляются, когда тело, например, обнажено, а когда оно соприкасается с разными фактурами тканей, одежды, когда кожа ощущает дуновение ветра, когда женщина слышит звуки, чувствует запахи, вкушает еду. Вот все эти чувства, когда вы начнете осознанно задумываться над этим, вот именно так и будет пробуждаться и проявляться ваше чувствование и ваша чувственность. И тогда женщина без слов понимает, что нужно ее партнеру или другому человеку. Вот именно в эту секунду, в этот момент. Как сделать вашему партнеру хорошо, когда он не произнес еще ни одного слова? Именно так обостряется вот женское чувствование, женская интуиция и женская сущность, составляющая. Давайте еще одну карту посмотрим. Так, вот эту можно показывать. Ну вот тут. Вы прекрасная красотка с вашим красавчиком. Видите, он так прильнул к вам на коленке, приобнял вас, и вы тоже кайфуете вместе с ним. Вот сначала раскрывайте чувственность, и потом погружайтесь в чувственные ощущения и удовольствие с вашим императором, с вашим будущим или нынешним мужем, с вашим суженым, который прописан у вас в книге судьбы. Вот такое послание сегодня было. Желаю, чтобы для всех вас проигрались все эти самые прекрасные ноты этого расклада самым-самым наилучшим и даже еще более наилучшим образом. Пишите лайки, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пишите, как вам проигрываются мои расклады. Мне очень интересно, я читаю ваши комментарии. Да, я, может быть, не успеваю там ставить вам всем сердечки и отвечать, но я практически все комментарии читаю. Для меня это очень важно. именно так я понимаю, что мои расклады они для вас нужны, важны и полезны. А если хотите попасть ко мне на личные расклады, вся информация под этим видео или в информации о канале, пишите мне на WhatsApp и записывайтесь на индивидуальные расклады. Также отдельная моя благодарность тем, кто высылает донаты на развитие канала. Благодаря этому я покупаю новые колоды, новые благовония, свечи, которые я зажигаю и имею возможность выходить к вам с моими раскладами. На этом я заканчиваю, любимые мои. Мира всем и любви.